Здравствуйте, друзья! сегодня у нас за окном то же самое зимний сюр сегодня 26 ноября да но у нас точно такое же сейчас и так не буду мочить холст чтобы краска ну иначе краска долго становится то есть она пока разбавитель летучится она долго становится в данном случае мне заполнять заполнять весь холст не так сложно будет он почти однородный по своему цвету итак ультрамарин разбеленный ультрамарин белила ультрамарин здесь поглубже потемнее с розовиночкой можно кистью сразу создавать эффект множества этих заснеженностей такими штришочками лохматыми и 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 зимние темы бывают очень простыми очень нарядными и это один из тех случаев больше белил и больше розового переборщил ну и конечно ультрамарин уходящая горизонтальная площадка и и следующее и и и и и и и и и Разжижаю разбавителем. Некоторая смуглость этой площадки должна быть. Но тонально это светлее, это темнее. Плюс я выразил горизонтальность ее с помощью горизонтальных укладок. Дальше идем. Обычно художники, даже если все было вот таким синим, как бывает на фотографиях, так и делают, вернее делают разницу между цветом неба и цветом снега и рефлексов. Но здесь фотография и так сама демонстрирует эту идею. Поэтому я просто решаю этот вопрос. Разбил небес на голубой. Который по природе своей зеленит по отношению к синему. Синий у нас ультрамарин, а небо зеленит по отношению к нему цветом небесно-голубой. И этот же цвет мигает в промежутках. И вот становится видно, что я не добрал темности задника. Снова ультрамарин, снова розовый. И набираю достаточную темность. А заодно формирую эффект множества заснеженных веток. Который темнее, чем небо. Не везде одинаково темнее, но в целом темнее. Побитие. Лежачий к холсту кистью. Рождает эффект. Ну, не плашмя бью, а чуть-чуть протягиваю. Рождает эффект множества этих заснеженных веток. Рождает эффект множества. Угол двух плоскостей этой и этой. Может быть выражен более темным цветом. И даже желательно. В этот угол я чуть-чуть небесно-голубую подкладываю. Кроме синего, то есть ультрамарина. Немножко небесно-голубой. Ну, он там чуть-чуть считается. Я его и подложу. Разбил розового. Чуть с охрой желтой. Уходящие, именно от нас уходящие. То есть свет за спиной у нас. Световые полосы. Это не зайчики, это целые полосы. Сделаем освещенное место на дереве более светлым. Более рыжим. Кабмий красный светлый задействовал. С эффектом коры. То есть поштриховочно так набираю. Более рыжим дремрием. Синий, черный и красный. И вот эти вот теневые щели на коре, той же кисточкой, которая как карандашик. И вот эти вот теневые щели на коре. Прошу любить и жаловать этот пейзажик, на мой взгляд просто зимнее чудо, я лично очень доволен. Прошу любить и жаловать этот пейзажик. Прошу любить и жаловать этот пейзажик.